Path of Exile Для тех, кто не в курсе, напомню, вышло Path of Exile еще в 2013 году. Это, конечно, не какие-то там бородатые нулевые, но тем не менее до сих пор проект пользуется большой популярностью и даже пополняется свежими адептами. Вот вам красноречивые графики в подтверждение моих слов. И это только международный сервер, а есть еще китайский, тайваньский и сервера Xbox. В общем и целом, и здесь я опять поясняю для тех, кто каким-то чудом умудрился просмотреть PoE, игра весьма хардкорная. Я начинал в нее играть, когда русской локализацией даже и не пахло, и уже тогда в ней сам сатана рога бы пообломал. Несколько классов, очень, я бы сказал, обширное древо умения и различные уровни сложности для любителей зубодробительных челленджей. Да уж, на расслабончике в PoE поиграть, конечно, можно, но в конечном итоге, скорее всего, окажется, что вы безбожно испоганили своего персонажа неправильной прокачкой, и дальше вам остается либо страдать, либо начинать заново. Поэтому лучше сразу, как нормальный человек, закопаться по самую шею в гайды, выбрать себе более-менее работоспособный билд, и только потом в нем полностью разочароваться и снова закопаться в гайды. Не думаю, что в дополнении Синтезис в этом плане что-то поменяется, так что считайте это дружеским напутствием. Хотя на самом деле, от дополнения Синтезис максимально плотно возьмется запасов Экзайл, даже без, на по сравнению с этим всем, всего лишь легкие косметические изменения. Взять хотя бы сам Синтезис, это некая тонкая материя творения, которая внезапно попадает в руки игрокам. По сути, это означает, что можно будет творить вещи, невиданные до селя мощи, и самим создавать зоны для приключений по своему вкусу. Это раз. Второе. Так называемые Челлендж Лигз. Трехмесячные испытания, как уверяют разработчики, для самых стойких. То бишь, создаете персонажа с нуля, и вперед набивать сумрачный уровень, выбивать топовый шмот, и охотиться на самых опасных существ из мира Поя. По окончании, самое шустрое получит всеобщий респект, а также, разумеется, ценные призы. Звучит все очень просто, но поверьте просто, это не про пассов Экзайл. Сюжет, естественно, тоже получит логическое продолжение. События будут развиваться вокруг Кавоса, духа, который потерял свои воспоминания, но так как у него весьма важная роль во всем, игрок берет на себя миссию по возвращению ему этой самой памяти. То есть, во время прохождения вам будут встречаться обрывки воспоминаний Кавоса, которые необходимо будет стабилизировать, дабы тот мог вспомнить все. В каждой мировой зоне будет свой портал с воспоминаниями, при приближении появляется Кавос собственной персоны и открывает его для вас. Внутри инстанс с кровожадными монстрами, который к тому же еще и разрушается в процессе зачистки. Игроку будет необходимо активировать стабилизаторы памяти внутри этого инстанса. В среднем количество стабилизаторов колеблется от двух до четырех. При успешной стабилизации вам выдают фрагмент памяти в личное пользование, причем число соединительных перемычек у фрагментов напрямую зависит от количества стабилизаторов в прошлом инстансе. И все это вам пригодится в Мемори Нексус, более-менее стабильной зоне в море памяти Кавоса. Там же будет доступна карта воспоминаний с островами памяти, куда и можно будет присовокупить добытые ранее фрагменты, чтобы как несложно догадаться достичь тех самых островов. Но не все так просто. Дело в том, что во-первых, острова расположены на весьма почтительном расстоянии от Нексуса, поэтому фрагментов воспоминаний потребуется очень много. А во-вторых, карта воспоминаний не самая стабильная штука в мире. Периодически на ней будут появляться на непродолжительное время особые острова с повышенной наградой. Основная задача соединить все острова в единую цепь для полноценного забега в поисках ништяков. При этом особое внимание придется уделить построению маршрута, ибо просто так плюхнуть воспоминания и фрагменты памяти куда попало не получится. Для всего есть свое идеально подходящее посадочное место. Но и это еще не все. У каждого воспоминания есть ограниченное число забегов, после чего оно растворится. В самое последнее прохождение, как и при добыче фрагментов воспоминаний в основной игре, когда вы искали стабилизаторы памяти, игровая зона начнет разрушаться, и как только вы достигнете выхода, полностью пропадет с карты. Растворившиеся воспоминания со временем будут замещены схожими частицами, и в результате ваша структура из островов и фрагментов будет развиваться. Наградные воспоминания и боссы имеют только однократное использование, прежде чем растворяться, поэтому вас ожидает адреналиновая гонка с разрушаемым окружением, тучей трэша и, собственно, боссом и наградой. И если очень вкратце, то как-то так. А есть еще и модификаторы, и глобальные модификаторы, и куча различных островов памяти с наградами, и эндгейм-боссы, чтобы обнаружить которых придется заморочиться и найти особенно редкие воспоминания. И все это только один из способов разжиться нормальной амуницией. Но, разумеется, не единственные. Есть также так называемые поврежденные и сотворенные вещи. Первые могут быть найдены внутри воспоминаний с невысоким шансом. В частности, на момент публикации видео примерно один раз за прохождение воспоминаний. Часть их характеристик, скажем так, заблокирована. Их невозможно удалить или изменить. И тут уже как карта ляжет. Можно получить жуткую имбу, а можно и никчемный хлам. Хорошая новость, поврежденные вещи можно использовать для создания сотворенных вещей. Так что не торопитесь избавляться даже от хлама. В синтезе с разработчиками вообще решили дать игрокам больше гибкости в крафте вещей. В Memory Nexus игроки смогут при помощи специального механизма создавать, ну скажем так, синтезируемые вещи. Получатся вещи белого нормального качества. Разработчики не торопятся разглашать конкретных формул, но у них совершенно никаких сомнений, что игроки очень скоро сами найдут закономерности и понесется. Далее, хорошие новости для кастеров. Беда в том, что в последнее время в Path of Exile игроки пользовались чем угодно. Тотемами, экзотическими билдами, основанными на получении урона, лишь бы не кастовать. Что ж, похоже, эти времена остались в прошлом. Разработчики переработали систему всех заклинаний полностью, чтобы игроки могли более гибко подбирать их для своих персонажей, и выбор не ограничивался только самыми ходовыми заклинаниями. Кроме того, будет представлено шесть новых основных атакующих заклинаний, разделенных между двумя архетипами. Хаос Спелкастер и Холи Спелкастер. Первый использует заклинания Школы Хаоса, как новая, так и уже существующая. А вот второй совершенно новый архетип, использующий святую магию для убийства монстров. Кто-то, конечно, может вспомнить про Templar Inquisitor, но там были всего лишь святые атаки, а не святые заклинания. Также в Path of Exile Synthesis будет представлено шестнадцать абсолютно новых уникальных вещей. Скажете, мало? Хм, ну учитывая, что в игре уже более восемьсот пятидесяти уникальных вещей, и ставкой разработчиков на крафт самих игроков, это более-менее нормально. К тому же и тут все не так просто. Будут введены некие весьма специфические эффекты, довольно значительно влияющие на геймплей, а порой и кардинально его меняющие для архетипа. За подробностями отправляю вас к нам на портал читать Горука. Он там все подробно разъяснил, а здесь, боюсь, вы просто заснете литаргическим сном, если я начну разглагольствовать. А теперь давайте немного о планах разработчиков Path of Exile на 2019 год. Для начала можно смело ожидать четырех дополнений, как и в прошлом году. Ориентировочно это второй уикенд марта, июня, сентября и декабря. Далее графония и оптимизация. Тут тоже ожидаются большие перемены и даже приятные сюрпризы. В честности, у нас есть небольшой инсайт, полученный от Криса Уиллсона, продюсера и ведущего дизайнера проекта. Так вот, он обмолвился, что даже если внезапно выйдет Diablo 4, Path of Exile будет что ей противопоставить, в том числе и в графическом плане. Понятно, что ребятам беспокоиться совершенно не о чем, но новость все равно приятная. Также разработчики напоминают о грядущем фан-конвенте ExileCon. Он запланировал на ноябрь и пройдет в Окленде, Новая Зеландия, где для поклонников игры будут анонсированы и продемонстрированы билды дополнения 3.90 и мега-дополнения 4.0. А также пройдет живое общение с разработчиками и вообще много чего интересного. Напомню, релиз дополнения состоится на PC, Xbox One и PlayStation 4. На PC 8 марта, на Хуане 11, а на Плойке где-то в середине марта. Осталось только дождаться, ворваться и не забыть подписаться на нас везде, а также поставить лайк этому видео, если оно показалось вам полезным. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru, еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok